Девчонки, всем привет! Начинаю записывать свой новый влог и хочу начать его с такой вот покупки карандаша от Cisley. В общем, разочаровалась я в своих карандашах для глаз. На данный момент у меня их было несколько. Это турецкая фирма Flormar. Я его заказывала на сайте. Не помню на каком, но точно не на мейкапе. В общем, пришел просто ужас. У меня мой Flormar был где-то года 3 и он у меня не вызывал вообще никаких претензий. То есть абсолютно круто держался целый день, но то, что мне пришло, это просто ужас. Девчонки, все размазывается. В общем, я психанула и решила потратиться на карандаш от Cisley. В общем, стоил он около 500 долларов. Где-то, да, 1200-1300 гривен, я не помню. Это с учетом скидки. То есть так он стоит еще дороже. Ну, захотелось мне, так сказать, попробовать этот карандаш. Тем более, консультант в Брокарде очень сильно его хвалил. Изначально хотела взять клинику. Он, конечно, стоит в разы дешевле, но она меня убедила, что этот карандаш гораздо лучше. Уже пользовалась им несколько раз. В комплекте идет такая вот точилка. Я его уже точила, кстати. Точится он очень легко, приятно, в принципе, хорошо. Вот, что касается карандаша. Сейчас у нас довольно-таки жаркая погода в Украине. И вот, кстати, посмотрите. Карандаш за 50 баксов. Что с ним вытворяется? То есть тут должна быть растушевка, но не судьба. То есть я не знаю, за что платить такие деньги. Правда, 50 долларов этот карандаш явно не стоит. Ну, вот как-то так, как по мне. Что касаемо носибельности. То есть, ну, в принципе, претензий у меня особо к нему нет. Часа 3-4-5 на жаре он держится очень хорошо. В остальном, ну, как бы, он достаточно жирный. Я, в принципе, такое хотела. Я люблю, когда легко наносится, легко растушевывается. То есть не надо 10 раз надавливать, проводить одну и ту же линию. Поэтому, в принципе, насчет плотности я довольна. Ну, в остальном, я могу сказать, что можно найти продукты из масс-маркета гораздо дешевле. Не обязательно тратиться на сислый. И, не знаю, напишите в комментариях, как вам эта косметика. Может быть, есть какие-то достойные продукты. Ну, вот такое знакомство произошло. Ну, честно, обычный-обычный карандаш. Не вижу абсолютно такого ничего восторженного. Хочу вам также показать масочку, которую я купила для ручек. Сегодня заходила в Лотос. В общем, это маска рукавички. Давно такую искала. Потому что руки у меня сейчас безбожно сохнут. После солнца, после моря, да и вообще после работы какой-то по дому. Я люблю делать маски для рук. Вот. И решила попробовать эту. Ну, посмотрим. Не знаю, понравится или нет, но я обожаю такую вот палку. И купила я вот такую вот маску. Но для меня это сугубо бальзам. Маска номера от Брелл. В общем, здесь у нас целый литр. Маску эту повторяю уже, наверное, года 4 или 5. В общем, знакомство у меня с ней началось очень давно. Но еще, наверное, в университете, когда я училась на первом курсе. Ну, то есть, сами понимаете, что очень срок использования давний. Вот. Очень нравится мне эта маска. Но опять повторюсь, что для меня это бальзам. Для моих волос это легкое такое питание. Поэтому, вот, кто ищет такой бальзам, то вполне цена у него за литр 200 гривен. Но я взяла в Еве по акции сейчас за 119. По-моему, это вообще очень хорошая цена. За целый литр, просто литрища. Такой вот маски. Она реконструирующая, восстанавливающая. И это крем-маска. Ну, как бы я ее держу 5-10 минут на отжатые волосы. Да, такие влажные. Полотенцем я не подсушиваю. Просто после мытья их хорошо отжимаю. И наношу. Хожу по возможности, сколько у меня есть времени. Там 5-10-15-20 до получаса. Под шапочку полиэтиленовую. И мне очень нравится результат. Поэтому обратите внимание. Они, кстати, сделали новый дизайн, новую упаковку. Потому что раньше эта маска была в ужаснейшей упаковке. Она у меня вечно трескалась. Крышка сразу приходила в негодность. В общем. А сейчас я очень довольна, что вот они поменяли. Такой вот сделали объем. Вернее, не объем, а такую вот тару очень удобную. Поэтому очень приятный запах у него. Знаете, пахнет такой, я бы сказала, яичный вот такой шампунь. В Беларуси есть. Похож очень запах. Поэтому присмотритесь. Очень крутая вещь. Девчонки, хочу вам показать свой подарок. Такой вот парфюм в форме туфельки знаменитый. Я очень давно его хотела. Сейчас буду его распаковывать и слушать. В общем, девчонки, я в шоке. Потому что у него очень красивая бархатная упаковка. Она нереальная. Очень дорого и красиво смотрится. Девчонки, я в шоке, насколько красиво выполнена упаковка. Такая туфелька, в общем, я просто в шоке от такого дизайна. Очень красиво выглядит просто. Теперь это однозначно мои любимые духи. Я уже их послушала. Аромат очень женственный, очень нежный. В то же время такой, знаете, дерзковатый. С перчинкой вообще просто супер. Однозначно я безумно, безумно довольна. Также хочу с вами поделиться некоторыми покупочками. Такой вот облепиховый шампунь Organic Life. Он полностью аналог Натура Сиберика. Появился у нас в сети магазинов Лотос. Будет очень мне интересно попробовать. Здесь не только облепиха, а также очень много масел. Здесь вот подробная инструкция, как его использовать. Ну, по запаху вот один в один. Очень мне понравился. Там есть увлажняющий, восстанавливающий и очищающий. Я взяла восстанавливающий. Так как увлажняющий я уже заказала на мейкапе. У меня сейчас закончили все мои шампуни. Вот. Я обновляю, так сказать, уход за волосами. Чему я очень рада. Обожаю, когда средства подходят к концу. Я могу попробовать что-то новое. В общем, буду тестировать. И, девчонки, хочу с вами поделиться такой вот масочкой. Давно я за ней гонялась. Именно Freeman. Золотая пшеница. Я уже пробовала всю коллекцию масок от Freeman. Одинственную, которая не пробовала маску, это вот эту, которая перед вами с золотой пшеницей и с ягодами Годжи. И представляете, представитель в магазине мне сказал, что маску с ягодами Годжи сняли с производства. Увы. И ах, я не успела ее попробовать. К сожалению, она была тоже увлажняющей. И вот эта первая маска от Freeman, которая идет в форме геля, которая не в форме глины, не глиняная маска, как мы обычно все привыкли думать. А вот именно в форме геля с таким. И хочу отметить, что ее очень легко смывать. И она буквально съедается кожей. Поэтому, кто еще не пробовал, советую. Как всегда, после масок Freeman кожа всегда бархатистая, ухоженная. Поэтому всем могу смело посоветовать. Субтитры создавал DimaTorzok